Доброго времени суток! Самый простой и доступный способ изготовить домашний небольшой автоклав для разных целей автоклавирования это изготовить его из гидроферного бачка. Однажды эта идея мне пришла в голову при наладке автономного водоснабжения, где применяются вот такие бачки. Появилась идея, как получится ли из этого бачка сделать автоклав. Сразу скажу, как вы видите на самой фотографии, это стоп-кадр из видео, которое сделано в лаборатории. Вот справа от этого бачка находятся банки, которые стерилизовались в этом автоклаве и использовали мы его несколько раз. То есть сама идея имеет право на жизнь. Таким вот образом можно изготовить самый простой и самый дешевый автоклав для разных хозяйственных целей. Значит из преимуществ вот такого вида автоклава можно отметить несколько. Сразу можно ответить несколько. Значит первое то, что он очень легкий. Второе это то, что он тонкостенный. Значит он не будет потреблять много энергоресурсов для нагревания и в то же время будет очень быстро нагреваться. В-третьих это то, что он дешевый по своей стоимости. То есть он в разы будет дешевле, чем нежели покупать какой-то промышленный автоклав. И в-пятых, что он очень удобен для использования или скажем, когда автоклав не часто используется или когда нужно стерилизовать какие-то небольшие объемы. В продаже есть разные объемы вот этих бачков. Этот довольно-таки, как видим из самой картинки, довольно-таки объемный. Ну сейчас не знаю точно, это 50 литров или 60 в этом бачке. А есть немного поменьше, которые будут подходить для стерилизации или пробирок или небольшого количества банок или бутылок небольших объемов. Значит, когда, если сказали уже о преимуществах, то нужно отметить всего единственный недостаток, который есть у этого автоклава, это то, что очень узкая горловина у этого бачка, в которую помещается, ну можно, значит помещается не больше пол-литровой банки. Если речь там идет о пробирках или о бутылках, то проблемы вставить их внутрь не составляет никакой, но вот больше пол-литровой банки туда ничего не помещается. И для того, чтобы банка или банки вставлялись в этот, значит, автоклав, нужно будет соорудить из стальной толстой проволоки специальные такие щипцы, с помощью которых банки вставляются внутрь и извлекаются оттуда. Сразу вот скажу вам, что в этом бачке, который вы видите сейчас на экране, нам удалось стерилизовать одноразово 25 штук. То есть такой бачок подойдет как для лабораторных работ, так он может и подойти для стерилизации, там домашней консервации, ну разных видов, которые используются в хозяйстве. Вот один единственный такой недостаток из-за узкого вклада. Значит, что нужно будет сделать для того, чтобы этот бачок превратился все-таки в автоклав? Первое, это нужно будет, вот в нижней части у него есть ниппель, через который закачивается воздух внутрь, создается давление. Значит, вместо этого ниппеля нужно будет его болтом, гайкой заглушить наглухо, чтобы не было отверстия. Второе, что нужно будет сделать, здесь никакие технические изменения не вносятся в саму конструкцию. Прокладку под крышку можно сделать из того же резиновой камеры, которая вставляется внутрь, но стоимость, ну, камера обычно продается вместе с этим автоклавом. Если вам будет жалко дырявить вот такую камеру, то лучше взять какую-то просто резину, из которой вырезать круглую прокладку под крышку этого автоклава. Естественно, не забудьте по центру этой прокладки сделать дырку для того, чтобы происходил обмен давлением, иначе на манометр не будет отображать давление внутри этого автоклава. В дальнейшем, после прокладки, ее изготовить или из того же камеры, которая продается в наборе с этим бачком, или просто из резины, применяем переходник, из этой толстой такой трубы. Есть переходник на трубу пятнадцатку. Далее, после этого переходника, здесь стоит такой вот тройник. Ну, ракурс такой план, что здесь не совсем можно разобрать, как это все происходит, но я вот объясню. Дальше стоит тройник. В одну сторону этого тройника, то есть, скажем так, в сторону привинчен вот этот кран. Этот кран, он для стравки воздуха после стерилизации. Он закрывается, и после стерилизации его можно легонько открыть и в сторону стравить давление, которое есть в этом бачке. И после этого тройника есть еще один переходник для меньшего диаметра, значит, для меньшей резьбы, для того, чтобы сверху можно было привинтить манометр, который продается в том же месте, где и продается вот сам этот бачок. И таким вот образом, очень простым незамысловатым способом, за полчаса можно, то есть, не за полчаса, а за 10 минут можно соорудить вот ту конструкцию, которую вы видите сверху. Для герметизации мы применяли, значит, такой вот резиновый герметик, с помощью которого мы сделали это все герметично. Вот. И единственное, что еще остается, это внутрь этого, этой емкости соорудить дно, на которое будут ставиться сами банки, и ниже этого дна будет наливаться вода. Ну, тут немножко такая техническая проблема, скажем, за браком времени, за спешкой. Мы очень быстро этот вопрос решили, мы это дно сделали из металлопрофиля, который применяется для монтажа гипсокартонных плит, скажем так, на быструю руку. Если у вас есть возможность применить что-то более такое нержавеющее и более долгосрочное и рациональное, то это будет намного лучше, оно вам просто дольше послужит. Если же нет, то можно просто из этого металлопрофиля, вырезав необходимым, сделав необходимый шаблон круга, можно соорудить вот такое дно. И надеюсь, что эта идея будет для вас полезной. Скажу, что несколько раз мы пользовались вот таким вот автоклавом, то есть все работает. удачи вам в созидании. Вот даже сбоку вот здесь за вот это крепление, здесь вот задвинута, ну, скажем так, засунуто вот те щипцы, которыми банки вставлялись внутрь этого автоклава. Больше никак, ну, вот можно посмотреть, как он выглядит. Это элементарная проволока, из которой сделана вот такая круглая щипцы для захвата банок. И, в принципе, больше по этому материалу больше добавить нечего. А он прекрасно становится на газовую плиту для нагревания или имеет прекрасное такое вот дно, которое может даже не только на газовую, но и электрическую плиту можно применять для нагревания. И таким вот образом у вас будет очень такой вот хороший, главное, что свой автоклав для любых ваших целей или для небольших лабораторных работ.